Телекомпания «Вид» представляет. Телекомпания «Вид» представляет. Следующее правило. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Как это было». Вот так или почти так, 21 августа 1963 года в Таллиннском аэропорту начинался обычный рейс номер 366 по маршруту Таллинн-Москва. Этому рейсу суждено было войти в учебники авиации. Ни до, ни после него ни одному самолету с пассажирами на борту не удастся совершить благополучную посадку на воду в черте многомиллионного города. Итак, начиналось все как обычно. В кабине самолета Ту-124, бортовой номер 4521, заняли свои места члены экипажа. Командир корабля Виктор Мостовой, бортмеханик Виктор Смирнов, бортрадист Иван Беремин, штурман Виктор Царев, второй пилот Василий Чеченев, и бортпроводница Александра Александрова. Василий Григорьевич и Александра Михайловна, займите, пожалуйста, места в студии. Пожалуйста. Итак, Василий Григорьевич, стало быть, когда техническая бригада в Таллиннском аэропорту сдавала экипажу самолет, все было в порядке? Все было выполнено, так как положено по руководству. Самолет был принят всеми, все члены экипажа доложили о готовности. А сколько было пассажиров на борту? 44. И один ребенок, помнится, был. Василий Григорьевич, а вы получили разрешение на взлет вовремя? Да, все было выполнено. Минутка в минутку. Задержки не было никакой. Что произошло во время взлета? И когда только оторвались от земли, уборка шасси, основные убрались, а передняя нога осталась по мере. Итак, передняя нога шасси свободно болталась под фюзеляжем. Если садиться с такой ногой, она сложится, и тогда самолет клюнет носом, ударится в бетон. Да? Так я понимаю? Обязательно. Обязательно, да? Ну, а что может дальше произойти, уже понятно все. Трение о бетон. Да. И отсюда все последствия могут быть. Итак, из сталинского аэропорта уходит радиограмма в Москву. В главное управление гражданского воздушного флота. На борту 4521 авария. В течение часа на главном диспетчерском пункте во Внуково были собраны самые опытные специалисты. Туда же был срочно вызван заместитель главного инженера Московского управления транспортной авиации Иван Керопович Мулкиджанов. Ныне заместитель председателя комиссии по расследованию происшествий на воздушном транспорте Межгосударственного авиационного комитета. И сегодня он у нас в студии. Итак, Иван Керопович, конечно, вы были знакомы с этим самолетом Ту-124. Да, я с этим самолетом достаточно имел свое время. Дел, поскольку входил в состав комиссии по испытанию этого самолета. Я сказал, готовьтесь к нормальной посадке, опыт есть, и я уверен, что вы благополучно сядете. Простите, а в чем, так сказать, заключается эта посадка-то? Почему вы считаете, что это можно приземлиться благополучно? Потому что самолет садится, в первую очередь, на основные ноги, бежит, пробежка. И пока есть аэродинамические достаточные силы, которые поддерживают самолет в горизонтальном положении, он продолжает бежать. Потом, по мере падения скорости, самолет начинает опускать нос и уже касается бетона. Заканчивалось это незначительными повреждениями антенны локатора, их передней носовой части самолета. И поэтому было предложено идти на запасной аэродром, современный, оснащенный, с большим уже опытом приема и выпуска реактивных самолетов, Ту-104 в частности. Ленинград с пониманием отнесся, дал согласие принять. Москва одобрила и подтвердила решение. Экипаж пошел для осуществления аварийной вынужденной посадки запасной Ленинград, который был рядом. Итак, в диспетчерскую ленинградского аэропорта Шоссейной, ныне Пулково, было передано сообщение. Рейс номер 366 будет совершать аварийную посадку в Ленинграде. Подготовьте все необходимое. Лучшие летчики ленинградского авиаотряда были вызваны на командно-диспетчерский пульт аэропорта. В это время там уже находился старший штурман отряда аэропорта, Шоссейная, Владислав Борисович Кочетов. И вот сегодня он у нас в студии. Итак, Владислав Борисович, какое же сообщение вы получили о рейсе 366? Когда пришло сообщение, что самолет из Сталина с неубранной передней ногой идет на посадку к нам, была подготовлена основная полоса, то есть расставлены пожарные машины, санитарные машины на всякий аварийный случай. Опыт большой был, посадок без передней ноги. Это ничем не грозило. Не грозило даже самолеты, которые садятся с убранной передней ногой, как правило, моментально восстанавливаются в течение месяца и продолжают полеты. Ну что ж, я хочу, чтобы наши зрители оценили всю драматичность ситуации. Сейчас мы посмотрим пленку посадок пассажирских самолетов с аналогичными поломками. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас только просматривали эти фильмы. Видите, как заканчиваются вот эти посадки без передней ноги. Даже в необходимом случае в Ленинграде мы были готовы покрыть пеной полосу, обеспеченной меньшей трени. А почему же самолет не пошел на посадку сразу? А в руководстве полетной эксплуатации написано, что самолет Ту-124 рекомендуется осуществлять посадку без шасси, без шасси, с остатком топлива не более 800 килограмм. Вот с этого и началось начало. Вот этого, как говорится, не происшествия, я говорю, это называемый счастливый случай. О том, что происходило в те минуты в диспетчерской Ленинградского аэропорта, вспоминает бывший руководитель полетов аэропорта Георгий Михайлович Нарбут. Это штатная ситуация была, ничего страшного не было. Аэродром у нас большой был, грунт у нас хороший. Сделаю расчеты, сколько он должен ходить. Они тоже свои, у нас все совпало в этом отношении. Он должен был вырабатывать горючего. И по инструкции, которая тогда была, что там строго определенно, я сейчас уже не знаю, там что-то полторы тонны, может быть, тонна, должен быть остаток. Только при этом остатке можно было его сажать. Альца Михайловна, значит, в это время еще, конечно, пассажиры ничего не знали о случившемся. Ну, когда уже над Ленинградом, поняли, кто был в состоянии понять. Паники не было еще? Нет, паники не было. Паники не было. Абсолютно никакой. На посадочную полосу Ленинградского аэропорта было стянуто большое количество пожарных машин. Кареты скорой помощи готовы были в любую минуту принять пострадавших при аварии пассажиров. В Ленинграде и в Москве с тревогой ждали сообщений экипажа. Сколько же кругов, Василий Григорьевич, вы совершили вокруг Ленинграда? Ну, кругов никто их никогда не считал. У меня в памяти, извините, осталось... Нет, около 16. А вот когда вы запрашивали Ленинград о том, что происходит с самолетом, что вам там отвечали? Значит, командир меня проинформировал, что находимся на кругу, есть решение, мы хотим, у нас есть предложение попробовать с помощью штанги. Они ее сняли из заднего гардероба, на который вешаются эти вешалки для верхней одежды. Разбили они стекло и с помощью этой штанги, с помощью механизма распора зафиксировать, попытаться зафиксировать переднюю ногу в выпущенном положении. И совершить нормальную уже тогда посадку. Ничего не вышло. Если мы только время потеряли. Да. Василий Игоревич, а вот когда вы летали вокруг города, вам не показалось, что времени прошло уже довольно много? Но вы все-таки доверяли приборам, конечно, да? Так как это наша основная работа по приборам. Александр Михайлович, а вам не показалось, что вы летаете слишком долго? Или вы об этом в том... Конечно, показалось. Показалось? Мы были тоже заняты. Мы перетаскивали груз с переднего багажника в хвост. Ах, вот оно что! Да, там были у нас 20 ящиков угря. Вы наверняка в это время заходили в кабину к летчикам, правда? Спрашивали, интересовались, что, как, что происходит? Особенно некогда было. Некогда даже зайти было? Конечно, потому что пассажиры плохо себя чувствовали. Ну, пакетики надо было подавать. И вообще, там, кому что. С пассажирами надо было в это время заниматься. И потом мы были без воздуха. В кабине стекла были все запотевшие. Так что особенно ничего не видно было. И большинство пассажиров были в таком полушенном состоянии. Укачали их. Укачали их. Да, укачали. Спрашивали вас, конечно, что происходит? Ну, спрашивали. Что вы отвечали? Когда что? И кому? Это нужно только вот такой личный контакт. Все время быть среди пассажиров. Так, и сколько же времени летал самолет? В воздухе самолет был более двух часов. У меня вопрос вот ко всем. Как вы думаете, неужели вот на диспетчерском пункте никто не сопоставил время полета самолета с количеством топлива, которое он берет на борт? Но у кого-то же вот это щупло профессиональное должно было сработать? Было у всех. И у руководителя полета. Да. И у Антохина, Федора Васильевича. Были полностью выданы рекомендации. Хватит, давайте садиться. Он доложил, сделаю последний круг и произведу посадку. Итак, в это время во Внуковском аэропорту толпа встречающих рейс 366 начала, естественно, волноваться. Надпись задерживается на табло прибытия самолетов. Горело уже несколько часов. Но можно представить, что творилось с людьми. И вот о том, что переживали тогда родственники пассажиров самолета, вспоминает Светлана Павловна Лазуркина. Ну, мы, во-первых, сначала позвонили, узнать, вылетел ли вообще самолет. Нам поначалу сказали, что он вылетел. Потом, через некоторое время, когда уже он должен был приземлиться, мы опять позвонили. Сказали, что вылет задержали. А потом, сколько мы не звонили, нам все время отвечали, информации нет, информации нет. И тогда мы уже начали нервничать, потому что странно. То он вылетел, задержали, теперь информации нет. И тогда нам больше ничего так и не ответили, кроме того, что все время говорили, информации нет, информации нет. Самолет находится в воздухе почти три часа. И вы, как я понимаю, приказываете садиться. А что происходит дальше? Что происходит далее? Он докладывает, оказал один двигатель, отказал второй двигатель, прерывается связь. Вот тут калачить стало всех, потому что самолет ходил вокруг города. Предказан мог врезаться в жилые массивы. Ну и сами представляете, чем это могло грозить. Василий Григорьевич, а что же произошло-то в самолете после того, как оборвалась связь экипажа с аэропорта? Когда двигатели отказали, то только прошли Неву. Я говорю, командир, только Нева спасет нас. Естественно, шурвал дал, да, и видит, да, и все, мы начали падать. Иван Кирович, насколько я знаю, вы были заместителем председателя комиссии по расследованию этой аварии, так? Да. Значит, этот эпизод, вот когда заглохли моторы, я думаю, изучали особенно тщательно. Значит, вот когда экипаж выполнял, как он решил, последний полет по прямоугольному большому маршруту, значит, после выхода из второго разворота, как рассказывал мостовой, он увидел, что горит лампочка, остаток топлива на 30 минут. И буквально через 2-3 секунды выключился левый двигатель. Значит, после этого экипаж принял попытку, провел попытку запустить его. Двигатель запустился, но тут же опять по топливу выключился. Они вторично его попытались запустить. Он опять запустился и опять выключился. И через несколько секунд выключился правый двигатель. Экипаж успел сообщить вам об отказе двигателей? Не, нам, я в Москве был на командной выездке. Вам, да, успел, успел, да? Успел, вы уже знали об этом. Практически это где-то в районе Исаакиевского собора было. То есть над каменным городом, где даже магистрали, сплошное движение, мосты, то есть... И какая высота была? Ну, высота полета по кругу. 600 метров, да. 600 метров? Вот. Что можно сделать в это время? Что? Ничего уже не сделаешь. Здесь никаких просмотров. Только что вот оставалось Нева, да, и единственное, что мы использовали. Василий Григорьевич, а вот что вы успели сказать-то командиру корабля мостовому? То есть вот... Я же вам сказал, что только Нева. И все, вот все, только Нева. А больше не было разговоров и не до них. Не до них. Не, не связь никакая, это уже все отсутствовало и просто надо было спасаться. Это уже... И спасать пассажиров и себя. Как он падал самолет? А просто только пилотированный был, да, ввели просто в крутое, в крутое снижение, планирование, да. И развернулись вдоль Невы. Вы видели, что в это время что-то плывет по Неве? Ну, видели, там коробки ходили, конечно, да. Ходили? Ходили. Что же за ощущение это было у вас, когда вы это видели? Во-первых, мало того, что сейчас произойдет, да? Конец, все, была мысль, конец. У страха глаза настолько велики, что даже обладая таким опытом полета, мы, откровенно говоря, хотели убрать шасси. Ну, слава богу, мы не нашли даже ручку. А хотя так до автоматизма, отрабатывая рука. Раз, и... Не было времени. И шасси не были убраны? Нет. Это, может быть, спасло нас. Потому что сопротивление, когда шасси вошло в воду, сопротивление большое, и это затормозило резко. А так мы или в мост врезались, ну, в бык, или как нам называют, это да. А падение продолжалось, Василий Григорьевич, сколько, ну, буквально секунд? 14 секунд. 14 секунд? Да. 14 секунд. На все наши размышления и творения. После отказа. Дальше что? Страшный удар, что было дальше? Что это было? Прикосновение? Страшный удар, конечно, был, но мы сразу, как бы, нас окатило водой. Все дело в том, что посадка была едва касаема только воды, поэтому брызги пошли, день был солнечный, и самолет оказался, хотя там говорят, что нырнул под воду, да, это, конечно, было... Никуда он не нырял? Не нырял. Это просто брызги, да, и он оказался в потоке брызг. Но он, что, довольно мягко скользил по воде? Ну, в начале, по мере погашения скорости самолет погружается, да, в воду. Так. Я уточню это. Перед ними был большой Охтинский, надо было перепрыгнуть через него, чтобы не врезаться в мост. Они через него перешли. И вот когда начали снижаться для выравнивания и приводнения, перед ними плод огромный, который буксировал буксир. И вот у них еще хватило скорости, то есть это третье было препятствие, которое, если бы они столкнулись и с ними, это все закончилось безусловно катастрофой. Они перепрыгнули его и сразу же приводнились. И вот тут им помогли выпущенные шасси. Их буквально как спички от касания с водой, они погасили определенную энергию движения самолета. И он как глиссер пошел уже как катер. Вот уж действительно случайностей не бывает. Ну буквально вот, по-моему, метров двадцать, двадцать пять, а не до опоры, моста. Просто когда вошли в воду, левый шасси не выдержал и отлетел. И ударил по плоскости и по техотсеку. И сделал пробойную. Начал сразу поступать вода. Вода. Что-то я добавлю еще. Пожалуйста. Это просто стечение счастливых случайных обстоятельств. Он остановился от Финляндского моста порядка метров в двухстах. Что такое двести метров для самолета? Это полторы секунды. Еще затенять вот эти полторы секунды, и вы могли попасть в быки, верно? Меньше. Даже меньше? Меньше, конечно. Так, Александр Михайлович, значит, вот и в момент... Но крики были, да, в салоне страшные крики? Никаких. Никто не питает. Вот он был. Значит, был такой шок, что никто даже и не питает. Ну, разумеется. Шок и счастье. Вот вы на Неве. Дальше что происходит? А, мы на Неве. Да, что происходит? Все, нас подтащили к этим плотам. Кто подтащил? Вот катер, который нас буксировал. Значит, сегодня у нас в студии бывший капитан-дублер баржи БП-10 Юрий Викторович Поршин. Я думаю, он сейчас все нам объяснит. А, значит... А, кстати, Юрий Викторович, какое задание выполняло ваше судно в то утро? Нормальная буксировка плота. Так. С Рыбацкого в торговый порт. Настроение отличное. Погода прекрасная. Нормальная погода хорошая. Сверху, буквально, да? Летит. Оно. Дело в том, что мы сразу-то и не поняли, что к чему. Да, вообще, что это? Вот. Ну, потом по мере смотрим, что-то самолет ниже и ниже. Так. Ну, такое первое было впечатление, что это второй Чкалов. И причем у Чкалов-то не на таких видах самолетов летал. А он все же реактивный. Ну, смотрим он ниже и ниже. И за нашим плотом он падает. Шасси у него переднее, значит, стояло. Ага. Как при соприкосновении с водой. Это шасси отлетает, подлетает вверх и падает в воду. Ага. Ну, наша реакция мгновенная. Сразу отдаем буксир и подходим к самолету. Я, значит, отхожу, подхожу кормой уже к носу самолета. Они разбивают лобовое стекло, подают трос. И выхожу на буксир и начинаю буксировать. Потрясающе. Вы как будто каждый день этим занимаетесь. Да не надо. Ну, у меня работа такая буксировщика. Работа такая у меня. Вот. Да, здорово. Что дальше потом, значит? Левое крыло при падении, ну, или при прикосновении с водой, оно немного, так сказать, почти отвалилось. Вот. От корпуса, от стаба, видимо. Да. И когда я подошел к плоту, то крыло как раз было, подошло под плоты, и мы идеально подогнали самолет прямо к плотам. Это как, естественно, вот трапу. Ну, и, соответственно, стал народом ходить. Народ вышел, значит, ну, я там жду команды, там все, не все. Да. Мне говорят, там все. Ну, и я этот самолет дальше отбуксировал под мост, думал, что там мелко. Его ошвартовали к берегу там, к кустам. Ну, и я отдал буксир и побежал дальше заниматься своей работой. Хорошо. А что с самолетиком-то? Так я же вам говорю, я его оставил там. Ну, вот оставили, а дальше ты стал тонуть? Да, потом сразу, значит, подошел наш портовской буксир с мощным водоотливом. Так. И стал откачивать воду. Ага. С этого самолета. Но поскольку вода поступала больше, чем он ее откачивал, ну, было принято решение кончать это дело, водоотлив. Самолет утонул. И я думал, что там мелко, а там оказалось пять метров под мостом. Ну, и он, конечно, подзатонул. Я хотел бы у капитана один вопрос. Конечно. Это экипаж штурманский фонарь вот разбил, чтобы трос подать? Потому что я вот сегодняшнего, до этого момента, твердо уверен. И мы в процессе расследования говорили, что когда вы подали конец командиру, и потом начали разворачиваться перед самолетом, кормой заударили по этому штурманскому фонарю и его разбили. Во-первых, лобовое стекло, как я, находясь между задним, передним и крылом, мог ударить... Нет, нет, вы когда вышли, чтобы его начать буксировать, и разворачивались по курсу. Нет, я не разворачивался. Я обычно подошел, и кормой подспустился, они разбили стекло. И я подал буксировать. Вы понимаете, как вот... Я не настаиваю, я хотел просто для себя уточнить этот вопрос. И, кстати, примерно такого типа статья была в комсомолке, что там, значит, злостный экипаж подошел, проткнул самолет, он стал тонуть, а потом вроде как и стал спасать. Конечно, не злостный. На что, конечно, была соответственная экипажа нашей реакции. Мы в комсомолке опровержение, они через неделю извинились. Проткнул. Да, и стал самолет тонуть. Да, вот такая версия тогда. Вот. И стал самолет тонуть после прокола. Да, он не падал. А мы подошли, проткнули, он стал тонуть. Понимаете логика железного корреспондента в то время? Нет, не понимаю. Вот это я уже не понимаю. Вот мы тоже не поняли. Сразу же после приводнения самолета на Неву, по распоряжению штаба Ленинградской военно-морской базы к предполагаемому месту посадки Ту-124 был выслан катер с заданием сфотографировать самолет после аварии. И нам удалось разыскать бывшего старшину первой статьи Сергея Борисовича Вершлера, который и сделал эти уникальные снимки. Прибыли мы туда минут через 15. Подошли в тот момент, когда самолет уже подтащили к плотам. Там был плотовой рейд в то время, комсомольский назывался. И высаживали пассажиров через верхний люк. Это все примес было. Значит, я получил задание взять свой фотоаппарат заряженный. Я отснял полностью пленку. Эта пленка тоже у меня была изъята. Это приказ командира был. Но я успел отснять фотографию отпечатки, сделать. Единственная у меня осталась фотография буксировки этого самолета. Нет ничего больше. Одна единственная. Нехорошего качества, но другой нет. А вот, Иван Киропович, говорят, что первый звонок по поводу местонахождения самолета был чуть ли не в милицию. Какой-то гражданин позвонил по 02 в милицию и сообщил, что какой-то самолет между двумя мостами на воде плавает. Что он вроде бы только недавно... И по признакам, которые он описал, он похож на наш самолет. А пассажиры оказались на набережной потом, да? Ну, потом. Сначала на плотах они собрались. На плотах, понятно. Начали требовать командира, фотографироваться с ним. Милиция, нет, милиция появилась. И милиция оттеснила всех пассажиров с плотов. И вместе с этим, со зрителями, там зрителей, наверное, было не одна тысяча. Да уж что. Вот. Да полно было. Вы что, я не могла по всей набережной, не могла найти пассажиров. А когда, кстати, достали самолет, когда достали его со дна, а не вы? Через сколько дней, через часов? Другой день. Спасибо. И вот подходим все-таки к главному российскому вопросу. Ну что, Иван Киропович, кто же виноват? Конечно, сочетание факторов. Первая техническая причина, которая создала эту аварийную первоначальную обстановку. Разрушился болт. Проще этот цилиндр подъема, выпуска передней ноги. Он разрушился. Советской дефект был. Да, это конструктивно-производственный дефект. Мы оттуда тут же дали указание проверить все самолеты. Еще на семи самолетах обнаружили трещину этого болта. То есть, такой факт мог повториться на другом самолете. И дальше, ну, как комиссия считала, появился фактор, что в процессе полета по выработке топлива и одновременно попытки членов экипажа зафиксировать переднюю ногу в переднем выпущенном положении, был упущен контроль за выработкой топлива. Остались без топлива и без работы двигателей. А дальше блестящая реализация посадки, уникальная, конечно, как бег с такими препятствиями, которые каждый мог, каждое столкновение с каждым препятствием могло закончиться. Да. Спасибо. Владислав Валерьевич, ваше мнение о причине аварии совпадает с меня? Да, причины основные эти были. Потому что, ну, я говорю, ни в одной инструкции все предусмотреть невозможно. Экипаж действовал правильно, согласно руководству полетной эксплуатации. Но вот эта увлеченность их, попытка дожать ее немного, ослабила контроль за расходом топлива. Василий Григорьевич, ну вот к вам же тот же вопрос, так как вы главный участник событий. Ну, как может быть ослаблен контроль, когда загорелась красная лампочка? Да. Значит, мы нормально летали. Если бы мы что-то сделали против, все дело в том, что это техническая недоработка, да, в том смысле, что остаток топлива-то было. Да, да, да. Оно при накренении, да, вот создало то, что воздух захватило, да, и все, интересно, заглох. Я не знаю, вот вы должны сказать это, да. Испытывали они самолет. Упустили начало, когда загорелась лампочка. Вот, что было очевидно. Так это может, знаете, стрелочник всегда виден, а вода. Нет, ну, опыт-то работает. Ну, он всегда позволяет работать до тех пор, пока не загораются лампочки. Загорелась лампочка, это все уже. Так вот, значит, буквально через несколько дней в Главное управление Гражданского воздушного флота пришло письмо. Оно было адресовано начальнику аэрофлота, генерал-полковнику авиации Логгену. Просим отметить самоотверженный поступок экипажа под командованием Виктора Яковлевича Мостового. Писали пассажиры того самолета. До последней минуты мы не знали, что нас ждет. Командир и экипаж, обладая большой выдержкой и отличным мастерством, сумели посадить самолет на Неву. Итак, 15 и 16 октября 1963 года все центральные газеты опубликовали статьи, посвященные подвигу экипажа Ту-124. Спустя 35 лет эта история вновь попала на газетные полосы. Мы прошли, что после письма пассажиров весь экипаж наградили орденами. Вот интересно бы узнать, какими и наградили действительно. Да, наградили. Пожалуйста, Василий Григорьевич, скажите, чем награждали? Объявить объявили, да, а наградить забыли. Иван Кирович, ведь летчики спасли 44 человеческие жизни. Как Вы думаете, вот из каких соображений тогдашнее руководство аэрофлота не представило их правительством награду? Забыли? Перед коллегией трудная задача стояла. Была дилемма. С одной стороны, налицо технические аспекты создания аварийной обстановки. С другой стороны, блестящая посадка в создавшейся аварийной ситуации. Награждать нельзя, наказывать тоже. Ну, просто, как говорится, по-человечески. Ни рука, ни совесть, как говорится. Да имея в виду, я так полагаю, руководство думало, что, может, в последствии это будет более понято. Если последствия, чуть попозже экипаж будет награжден. Ну, потом начались, по-моему, реорганизации очередные. В общем-то, закончился без наград для экипажа остальных членов. Василий Григорьевич, что-то хотите сказать по этому поводу? Наказать нельзя. Наградить тоже. Ну, а что? Сырой материал был, да. Испытателям надо нести, была ответственность какую-то. Ну, а что дальше говорить? Ну, же можно говорить с елочниками. Спасибо. Благодарю. За 35 лет, которые прошли с того августовского утра, когда ценой невероятных усилий членов экипажа рейса 366 в воздухе и сотен людей на Земле были спасены 44 человеческих жизней, в мире произошли тысячи авиационных катастроф. Лучшие пилоты крупнейших авиакомпаний мира, которые изучали в летных школах этот уникальный случай, хватаясь как за последнюю надежду за школьные воспоминания, направляли свои лайнеры на воду. Бесстрастная статистика свидетельствует. Ни один самолет не избежал катастроф. В истории мировой авиации, единственной удачной посадкой самолета и с пассажирами на борту, на воду, остался рейс номер 366. 21 августа 1963 года маршрут Таллинн-Москва. Вот и вспомнили. Вообще, конечно, жуткая история. Действительно жуткая, страшная. А с другой стороны, счастливая, действительно. Спасибо вам большое за ваше мужество. Всем, всем дай бог вам здоровья. И какие вы замечательные люди. Всем огромное-преогромное спасибо. И всего вам доброго. Вы смотрели программу «Как это было». Эту песню грустную позабыть пора нам. На глухом моторе сердца зачехлены. Снова тянет с берега снегом и туманом. Снова ночь нелетная даже для луны. Лысые романтики, воздушные бродяги. Наша жизнь мальчишеские, вечные года. Прочь тоску гоните вы, выпитые фляги. Ты, метеослужба, нам счастье нагадай. Солнце незакатное и теплый ветер свеста. И штурвал послушный в стасковавшихся руках. Ждите нас, не встреченные школьницы-невесты В маленьких асфальтовых южных городках. Ждите нас, не встреченные школьницы-невесты В утренних асфальтовых южных городках.